Около 1155 года на берегу реки Анон в Северо-Восточной Азии у вождя небольшого монгольского хана Исугея и его жены Хой-Люн родился мальчик Тимучин, который приобрел впоследствии всемирную известность под именем Чингисхана. Когда Чингисхан скончался в 1227 году, его владения простирались от Кореи до Персии и от Индийского океана до Сибирской тундры. Никогда во всей истории, ни до, ни после него одному человеку не удавалось создать столь обширную империю. Он действительно в этом смысле рекордсмен. Царство его отличалось железной организацией. В нем главенствовали порядок и эффективность. Но достигались эти порядки и эффективность необычайной жестокостью. Империя Чингисхана была построена на человеческом горе и страдании. После смерти Чингисхана завоевания продолжились. Великий хан сидел в Каракоруме, Монголии, и направлял свои непобедимые армии к новым пределам. Главным направлением монгольской экспансии стала теперь юга и северо-запад. Сельджуков монгольская армия разгромила на голову. Нужно сказать, что Никейская империя извлекла максимальную выгоду из такого сложившегося положения вещей. Ею удалось отвоевать значительные территории, также весьма пополнить свою казну продажей продуктов питания. Как раз вот те самые императорские яичные продукции и прочее, по всей области, которые были разорены монгольским нашествием, туда поступали продукты из Никейской империи. Если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, турок удалось бы навсегда изгнать с византийских территорий. Но, как мы знаем и много раз говорили, в истории не бывает сослагательного наклонения, но и собственно этого объединения никто не хотел. Внук Чингисхана Батый повел свои полчища на Русь. К 1240 году все русские княжества, за исключением Новгорода, были завоеваны и разорены. В 1241 году у монголы разгромили объединённую польско-германскую армию, за ней разгромили венгерскую и вышли к Адриатическому морю. Но в это время в Каракоруме скончался великий хан Агадай, и Батый поспешил назад для дележа наследства. Больше в Западную Европу монголы уже не вернулись, руки не дошли. Монголы в основном исповедовали шаманизм, но ряд их непосредственных соседей, такие как Кирайта и Найманы, чьи земли вошли в империю Чингисхана одними из первых, на самом деле в самом начале его стремительной карьеры, были христианами-нестарианами, наследниками нестарианской миссии в Средней Азии. Монголы отличались большой веротерпимостью, то есть они так равно доброжелательно относились ко всем религиям покорённых народов. Но часто из-за значительного присутствия христиан в их руководстве они оказывали особое предпочтение христианам. К середине XIII века Каракорум стал дипломатическим центром мира. Все правители мировых держав посылали туда своих послов с тем, чтобы заключить отношения с монголами и для подписания мира с новой сверхдержавой. Но монгольская дипломатия, в общем-то, была фундаментально проста. Все государства рассматривались либо как вассалы, либо как враги. Всё было, собственно, просто. Врагов надлежало подавить, чтобы они сделались вассалами. Любое государство, которое не соглашалось признать себя вассалом, автоматически записывалось в разряд врагов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Великий хан видел себя единственным законным правителем мира. И поэтому на таких условиях западноевропейские правители, которые посылали своих послов в Каракорум, чтобы заключить мирный договор с монголами, скажем, для борьбы с исламом, на таких условиях им было сложно что-либо подписывать. Но у монголов имелись свои планы. В 1256 году громадная монгольская армия под началом Хулагу, брат великого хана Хубилая, направилась на Ближний Восток. Хулагу был шаманистом, но старшая его жена была нестарианкой, она оказывала на него большое влияние. Главным полководцем его был нестарианин Китбуга. Он был найман по происхождению и считал себя прямым потомком одного из трёх волхов, которые пришли поклониться Христу. В любом случае было это его семейное предание, которого он придерживался. В 1258 году монголы штурмом взяли и разгромили Багдад. Все жители великого исламского мегаполиса были вырезаны либо проданы в рабство. Все, кроме христиан. Жизнь и имущество христиан сохранялось полностью. Багдад, собственно, так и не оправился от этого страшного погрома. Уже более город никогда не вернул себе такого прежнего величия. То есть постепенно, конечно, он стал отстраиваться, и к началу XIV века, это был где-то через 50 лет после монгольского вторжения, это был такой благополучный провинциальный городок примерно в одну десятую прежнего размера. Один за другим монголы брали великие мусульманские города. Всюду повторялась одна и та же схема. Мусульман вырезали либо продавали в рабство, а христианам оставляли жизнь и имущество. В 1260 году пали Алеппо и Дамаск. 1 марта 1260 года Китбуга вступил в Дамаск во главе монгольской армии. Вместе с ним ехали король Армении и князь Интиохийский. То есть впервые за шесть веков три христианских правителя с парадом проехали по улицам древней столицы халифата. Впервые за шесть веков мусульмане на Ближнем Востоке, на всем Ближнем Востоке оказались на положении, притесняя его меньшинства. Конечно, они горели жаждой мести, но правда пока чисто теоретически, потому что никто не был в силах противостоять силе монгольского оружия. Но тут вот опять в Каракоруме начались осложнения. Стали выявляться трения в самой громадной монгольской империи. Если монголы в Персии и в Сирии склонялись к христианству, то их братья в Золотой Орде, наоборот, склонялись в сторону Ислама. Это вызвало определенные сложности в отношениях. Хулагу должен был оттянуть часть войск из Сирии, чтобы следить за своими северными братьями, которые проявляли определенные признаки агрессии по отношению к нему. Управлять захваченными территориями Хулагу оставил христианина Китбугу, но с армией уже весьма сильно обескровленной. Но при этом в мусульманском мире оставалась еще одна сила, которую монголы пока не разбили. Это мамилюки, новые правители Египта. Гвардия из тюркских, как правило, половецких рабов, которые давно их возили в Египет в качестве имперской гвардии, и в конечном итоге они захватили власть в Египте и стали управлять страной, установили правление достаточно эффективное, но и страшно жестокое. Силы были приблизительно равны. Итог столкновения во многом зависел от основавшихся еще в Палестине франковых крестоносцев, чью сторону они займут. Мешательство их перевесило баланс в ту или в иную сторону. Франки решили, долго думали, но в конце концов решили соблюдать дрожжелюбный нейтралитет по отношению к мамилюкам. Все-таки мусульман они знали, а монголы им не понравились, потому что во время этого монгольского правления, когда они попытались кого-то пограбить, их за это жестоко, ну, по своему обычаю пытались пограбить, как принято, их за это жестоко наказали и дали по рукам. Они обиделись. Они пропустили мамилюкскую армию через свою территорию, снабдили продовольствием, и таким образом те вышли в тыл монголам, которые не ожидали такого предательства со стороны франков, которых они считали своими собратьями-христианами. И вот 3 сентября 1260 года состоялась битва при Айнджалуде в Галилее. После жаркой сечи монголы вместе с их армянскими и грузинскими союзниками были разбиты. Китбуга был ранен и захвачен в плен. Полководца привели к султану Кутузу, который начал насмехаться над его поражением. Гордонин Найман ответил ему, что за него отомстят другие, и что в отличие от мамилюков, которые были рабами и восстали против султанов египетских, в отличие от мамилюков, он всегда сохранял верность своему господину. Торжествующие победители тут же снесли китбуги в голову. В общем, битва при Айнджалуде – одна из самых решающих битв в мировой истории. Победа мамилюков спасла ислам от самого большого врага за все время его существования. Если бы монголы оккупировали Египет, то во всем мире не осталось бы ни одного исламского государства до Марокко. Конечно, мусульман в Азии проживало слишком много, чтобы полностью стереть их с лица земли, но они более не были бы господствующей расой. И если бы христианин китбугов победил, то христианские симпатии монголов получили бы мощную поддержку, и азиатские христиане впервые после исламского завоевания вновь вернулись бы к власти в своих странах. Весьма вероятно, что золотая орда никогда не приняла бы ислам, и вся история отношений Руси с монголами пошла бы по-другому. Но, конечно, гадать о том, что могло бы случиться, дело пустое. История может представить только о том, что было. Айн Джалут сделал мамилюковский салтанат Египта главной силой на Ближнем Востоке. В общем, это продолжалось в течение двух с половиной последующих веков, до рассвета атаманской империи. Положение христиан в регионе значительно ухудшилось. Мусульмане мстили им за дружбу с монголами. Усиление ислама и ослабление христианства подтолкнуло оставшихся в Передней Азии монголов в принятие ислам. И, наконец, победа мамилюков приблизила конец крестоносным государствам. Мусульмане жаждали расправиться с последними врагами веры, которые оставались на их земле. То есть вот это вот решение крестоносцев поддержать мамилюков оказалось для них роковым, как, собственно, и почти все другие их решения. Мамилюки методично шаг за шагом захватывали и разрушали города и крепости крестоносцев. К 1268 году, когда пала Антиохия, у франков оставалось лишь Акра и несколько крепостей. Им удалось протянуть еще чуть более двух десятков лет. В 1291 году, после шестинедельной осады, мамилюки взяли Акру. Крестоносные государства бесславно завершили свою историю. А для местных христиан освободители гроба Господня принесли только лишь страдания, грабежи, дискриминацию, притеснения и гонения. Именно из-за них разделение церквей стало окончательной реальностью, как мы уже узнали. Более того, теперь после ухода крестоносцев местные христиане остались под властью непросвещенных и терпимо багдатских халифов. А наоборот, под властью жестоких и ганатичных мамилюков. У покровителей же христиан византийского императора, по милости тех же крестоносцев, было уж куда теперь меньше сил и возможностей, чтобы заступаться за них и облегчать их участь.